Всем огромный привет! В этом видео я хочу с вами поделиться своим заказом по восьмому каталогу Фаберлик. Ну а на самом деле по каталогу я абсолютно ничего не заказывала. Ко мне на почту пришло письмо, в котором говорилось, что у Фаберлик сейчас проходит скидка до 70%. Меня заинтересовали некоторые продукты и мне кажется, что я очень здорово прогулялась по распродаже. В конце ролика мы с вами посмотрим обязательно чек и вы убедитесь в том, что заказ у меня получился не только вкусным, интересным, но еще и выгодным. Ну что ж, давайте начинать. Пришел ко мне девятый каталог Фаберлик. Давайте пока мы его отложим в стороночку, позже мы к нему обязательно вернемся. И, собственно говоря, мой заказ. Для своих девочек-блондинок я заказала уже повторно шампунь из линейки Фаберлик Эксперт Total Blonde для светлых и блондированных волос. Деликатно очищает волосы, препятствует вымыванию цвета, делает волосы мягкими и блестящими. Объем шампуня 250 мл. Ранее я такой шампунь заказывала, и моим девочкам он очень понравился. Он действительно делает волосы блестящими, очень красивыми, очень мягкими. В общем, девчонки, я решила побаловать своих девочек еще раз. Шампунь на самом деле очень-очень неплохой. Заказала я шампунь, увлажняющий, нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. Объем шампуня 200 мл. Это линейка Ля Крем. Ранее из линейки Ля Крем я заказывала полностью всю мятную серию. По аромату эта серия меня очень впечатлила. Но что касается шампуня и бальзама, забегая вперед, друзья мои, абсолютное полное разочарование. Шампунь спутывал волосы, бальзам никак не облегчал распутывание волос после шампуня. То есть абсолютно ерунда, мне не понравилось. Но аромат был просто восхитителен. Данную линейку с кокосиком я еще не пробовала, но вот появилась уникальная возможность попробовать эту линейку. Может быть, она будет лучше. По аромату на первый вздох мне очень-очень понравился аромат кокосика, который здесь представлен. Он абсолютно нехимозный, такой молочный и очень-очень приятный. В парочку к этому шампуню я заказала бальзам для волос. Объем бальзама 200 мл. Точно так же, друзья, история та же самая. Очень приятный по аромату здесь кокосик. Еще раз повторюсь, абсолютно нехимозный. Действительно настолько приятный. Я вообще люблю кокосик в косметике, но, к сожалению, не у каждого производителя получается его как-то воспроизвести, ну, скажем так, более-менее натурально. Ну что ж, буду знакомиться для себя с новиночками. И не смогла я пройти мимо, друзья мои. Вот такого продукта это крем-пена для ванны. Также нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. Объем 250 мл. Очень красивое, конечно же, оформление. Я думаю, что данная пена пойдет и как гель для душа, и как пена для ванны, и как жидкое мыло. Конечно же, если говорить о качестве пены для ванн от компании Фаберлик, ну, честно говоря, естественно, они уступают эти пены по качеству пенам от компании Эйвен. Даже здесь обсуждать нечего. Но аромат не понравился. Ну и, собственно говоря, полностью кокосовая история в ванной, я думаю, точно будет поднимать настроение мне и моей семье. Очень вкусная история. Следующий продукт, который я увидела на распродаже, простите, друзья, я обалдела и решила, что мне нужно брать как минимум две штуки. Это мой любимый гель для душа из линейки оранжери, роза и сандал. Я обожаю линейку оранжери, розы и сандал. Как я любила ирис и папоротник. Это просто потрясающе, ни на что не похоже, не избитые, какие-то удивительные ароматы. В данном случае это восточный, такой томный, чувственный, я не попоюсь этого слова, очень сексуальный аромат. Потрясающий продукт. Решила взять две штучки. По поводу сроков годности. Честно, даже смотреть не буду, чтобы не расстраиваться, но я думаю, что эти гели для душа точно не залежатся у меня в запасиках. Я думаю, что я даже их класть туда не стану, а сразу поставлю в использование. Решила я познакомиться вот с таким парфюмированным гелем для душа. Его объем 150 мл. И это парфюмированный гель, если я правильно читаю, Chateau de la Loire. По-моему, так называется правильно этот парфюм. Достаточно спорный парфюм. Кто-то его любит нежной любовью, кто-то его просто презирает великой ненавистью. Очень красивое оформление флакона парфюма. Такой прямо, скажем так, прямоугольник. Такой весомый чувствуется флакон. Но, вы знаете, я решила все-таки начать свое знакомство именно с парфюмированным гелем для душа. Как вы можете заметить, он здесь у меня идет еще запаянный. Но пускай пока полежит в запасиках, но я думаю, что лежать он там будет недолго. Потом обязательно расскажу вам в пустых баночках, что я думаю по поводу аромата Chateau de la Loire. И как, в принципе, я вам и говорила, решила я повторно заказать гель для душа солнечная мимоза. Потрясающий. Настолько правдоподобно переданный аромат мимозы. Но не оставил равнодушным ни меня, ни мою семью. Очень-очень мне понравился. Решила прикупить запасики. Не знаю, почему взяла один. Хотела взять два, но почему-то, может быть, так тыкнула пальчиком, что получился он у меня в заказе один. Очень я хотела повторить гель для душа с орхидеей. Но, к сожалению, его уже не было на складе. Мне очень-очень жаль. Но в любом случае, мимоза у меня есть, и я счастлива. И также повторная покупка. Решила я приобрести карандаш для бровей в оттенке 55-29. Очень он понравился моему ребенку по оттенку. Девочке вообще шикарный карандаш. И стоимость его была совсем-совсем невелика. Также думала, что взяла два, но почему-то вот пришел один. Хотя, в принципе, по чеку. Но, видимо, так я тыкнула пальчиком неаккуратно. Ну и, собственно говоря, давайте с вами перейдем к самому чеку. Итак, где же у меня чек? Итак, нашла я чек, и давайте его с вами рассмотрим. Итак, гель для душа «Солнечная мимоза» 63 рубля. Карандаш для бровей обошелся мне в 79 рублей. Девочки, я оговорилась. Его оттенок темно-каштановый, артикул 55-29. Итак, его стоимость была, напомню, 79 рублей. Парфюмированный гель для душа для женщин «Шато де ля луар» обошелся мне всего лишь в 71 рубль. Крем-пена для ванны «Увлажняющая» серии «Ля Крем». Мне обошлась каждая по 63 рубля. За две я заплатила 126. Гель для душа «Роза» и «Сандал» серии «Оранжери» 47 рублей. Каждый за оба я заплатила 94 рубля. Шампунь «Увлажняющий» серии «Ля Крем» 63 рубля каждый. За два я заплатила 126, так же, как и за бальзамы для волос. Шампунь для светлых и блондированных волос «Тотал Блонд» серии «Эксперт» 95 рублей каждый. И за два я заплатила 190. Каталог «Фаберлик» 20 рублей. Стоимость доставки 99 рублей. И итоговая сумма 994 рубля. Я считаю, что заказ мне получился очень и очень выгодным. И давайте с вами немножко поговорим о девятом каталоге. Полистала я каталог. Честно говоря, меня абсолютно ничего не заинтересовало. Единственное, на что, возможно, я обращу свое внимание, если вдруг я буду делать заказ, это на уходовую косметику. Возможно, я закажу два крем-геля для душа из линейки «Бьюти Кафе» «Малина» и «Белый шоколад». Один гель для душа мы будем использовать по прямому назначению, а второй гель для душа я буду использовать исключительно только как жидкое мыло. Жидкое мыло из этой линейки мне очень-очень нравится, но платить 89 рублей за 200 мл, честно говоря, я не готова. Да, я сэкономлю 10 рублей и лучше возьму два геля для душа. Та же самая история и касается вишневого конфитюра. Обожаю вишневый конфитюр. Он просто невероятно вкусный по аромату. Точно так же, если что, я закажу два геля для душа, сэкономлю 10 рублей, но я буду однозначно счастлива. Так же, как и моя семья, которые так же любят эту серию. Заинтересовала меня вот такая вот страничка, точнее разворот. Это линейка «Флёр де Прованс». Очень мне понравилась лаванда и иммортель. Был у меня и гель для душа, и мис для тела, и я от аромата осталась в полном восторге. Сладковатая ваниль, легкая горечь, бессмертник. У девчонки, сочетание просто обалденное. Очень дорогой парфюмированный аромат, на мой взгляд. Стоимость геля для душа 99 рублей, миста для тела также 99 рублей. Также представлено и жидкое мыло, и его стоимость также 99 рублей. Честно, я бы его приобрела так же, как и крем для рук. Его стоимость будет 79 рублей. Кстати, каталог действует с 8 июня по 28 июня, так что, может быть, на заказ я и решусь. И еще что меня заинтересовало в данном каталоге, это палочка-выручалочка универсальной жидки, спрей пятновыводитель. Его стоимость будет 99 рублей. Девчонки, надо брать на лето. Но я еще раз повторяюсь, это действительно палочка-выручалочка. И также я обратила внимание на влажные салфетки для удаления пятен. Их здесь 20 штук, и на них будет выгодная стоимость 79 рублей. Есть у меня одна знакомая хрюшка, которая всегда обляпается. И я думаю, что эти влажные салфетки будут очень и очень актуальны. Все, больше меня абсолютно ничего в этом каталоге не заинтересовало. Даже новая линеечка, эко-линейка стирального порошка пятновыводителя нет. Девчонки, не хочу. Есть пока чем пользоваться и в запасиках, и в использовании. У меня есть мой любимый порошок универсальный, которым я стираю исключительно только белые вещи. И качеством этого порошка я очень и очень довольна. Так что пока воздержусь. Ну что ж, мои хорошие, наверное, на этом я буду заканчивать этот ролик. Я очень надеюсь, что он был для вас интересным и полезным. Всем огромное спасибо за внимание и просмотр. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok